Друзья, приветствую! Артур из Магнитогорска прислал образцы масла Татнефт-Люкс ПАО 530. Это масло полнозольное, по АПИ это СН, АСИ это А3Б4, значит, баночка свежего для эталона и два образца с отработкой, с разным пробегом. Сейчас я покажу вам описание. Вот описание данного автомобиля это Шкода Кодиак 2020 года с мотором 1.4 TSI 150 сил. Ну и вот видите, два образца с пробегом 100 моточасов и 156 моточасов. Ну и естественно описание лабораторного анализа, результаты лабораторного анализа с одного известного ресурса. Сейчас я вскрою баночки, очищу, подпишу и приступаем. Первым делом, конечно, я создам эталон. Посмотрим, что покажет спектрограмма и далее можно будет уже приступать к проверке отработок. Так вот прибор уже измеряет спектр. Давайте посмотрим. Вот такая спектрограмма. Очень высокие пики эстеровые. Значительные я вижу выше, чем в мобиле 1. Здесь больше. Смотрите, полиэстеры и я бы оценил их где-то в районе 10%. Вот здесь реальные 10%. Ну, больше 9, ну вот скорее всего ближе к 10, наверное. Так, далее выбираю это масло. 5,40. Такое масло я уже проверял. Это масло впервые. И давайте посмотрим, что намерит прибор. Смотрите, противоизносных присадок 62%, но это объяснимо. Часть эстеров большого количества замещают классический за ДДП. Далее гликоль. Я, естественно, в нули выведу сажу. Нет, сажу не пришлось выводить нули. И вот такой уровень эстеров путает прибор, занижая щелочное, видите, да, минус 3,2 и завышая кислотное. Я выставляю данные по лапанализу. Значит, выставил 11 щелочное и 2,32 кислотное. Ну, возможно, кислотное даже побольше здесь должно быть, потому что раньше в Мобиле 1 примерно такой уровень был. Ну, все, эталон создал и можно приступать к проверке отработки. Так, это у нас, как я говорил, Шкода. Пробег в километражах практически 4000 километров, 100 моточасов. Обратите внимание, средняя скорость 22 километра в час. Топливо Газпромнефть, G-Drive 95 и башнефть. Все, закладываю образцы и давайте посмотрим, что намеряет спектрометр. Так, значит, противоизносных присадок 80 процентов. Ну, здесь эстеры, то есть это так не сильно вообще показательно. Здесь эстеры создают сильную и толстую, крепкую очень масляную пленку. Сажи немного, ну, двигатель совсем свежий. Смотрите, здесь процессы сгорания отлично происходят. Кислотное 263 подросло всего на 0,3. Да, масло, база очень крепкая, ну, такая сопротивляется окислению. И щелочное 9,8. Ну, здесь даже с учетом не сливаемого остатка, то есть как бы масло так очень крепко держится. Обратите внимание на воду, почти 600 ppm. В следующем анализе просто показательно будет другой результат. Так, значит, следующий образец у нас с пробегом 156 моточасов. Так, это 5232 километра. Средняя скорость, смотрите, значительно выросла. 25 км в час. Здесь, очевидно, больше было трассы. Немножко масло подъело, скорее всего, из-за трассы на 100 грамм. 100 грамм пришлось доливать. И давайте посмотрим, что сейчас намерит прибор в этой ситуации. 66 по противоизносным присадкам. Ну да, они по чуть-чуть срабатываются все-таки. Это турбо. Гликоля нет. По чуть-чуть также продолжает нарастать нитрование, но тоже невысокий уровень. Сажен на том же месте, 1 сотая. Даже еще меньше выросла кислотная. Но здесь еще и доливка 100 грамм. Чуть-чуть улучшила, возможно, ситуацию. Ну и постепенно также снижается щелочное. 8,8 на единицу. Да, масло крепкое. И сейчас один момент. Обратите внимание. Воды. 81 ppm. Здесь намного меньше воды, чем в том образце. То есть видно, что машина двигалась по трассе и вода выпаривалась из нее, из масла. Сейчас покажу сравнение вязкости. Это первый образец с пробегом 100 моточасов. Так, смотрите. Закладываю. Интересно посмотреть. Ну, мотор свежий. Видите, да? Особо проблем нет. Есть небольшое разжижение, но здесь было чуть побольше воды. Вот. Ну, незначительное. То есть все отлично. Масло отлично держит вязкость. Мотор тоже прекрасно работает, на мой взгляд. То есть никаких вопросов нет. Так, приступаю ко второму образцу. Это 156 моточасов. Также закладываю свежие. Отработку. И посмотрим, что здесь. Здесь, напомню, скорость средняя стала выше. Видимо, больше трассы. Но, тем не менее, обратите внимание. Чуть-чуть, чуть-чуть больше разжижения. Все равно даже на трассе попадает, значит, топливо в масло. Вот такая картина с вязкостью. Да, не забывайте отметить видео, подписаться на канал, кто еще не успел этого сделать, пока YouTube не закрыли. Да, кстати, на Дзене есть тоже канал, Алдар Хосе, и там дублируются все видео. И прогноз. Значит, в первом случае прогноз у нас был по моющим нейтрализующим свойствам практически 23 тысячи километров. Отлично работает мотор. 575 моточасов по нитрованию. Видите, здесь около 15 тысяч. Ну, то есть, очень близко к тому, что ВАГ рекомендует. Если мотор исправный, свежий, то близко. Это 368 моточасов и по вязкости 909. Видите, да? И второй вариант тоже самое. Такая же картина, тоже по нитрованию. Приговорено масло, только здесь уже 517 моточасов. Возможно, чтобы масло больше стало нагреваться или больше картерных газов прорывались по трассе. Поэтому. Но по нитрованию зато 480. Процесс нитрования меньше. Значит, нарастал, снизился, скажем так. Ну и плюс, не знаю, повлияло, не повлияло 100 грамм масла долитых. Но, тем не менее, и по вязкости практически то же самое. Там плюс 9 часов. Ну, что тут можно сказать? К мотору вообще никаких вопросов. Мотор работает отлично. Практически рекомендации, выдерживает рекомендации производителя по 15 тысяч моточасов. Ой, километров, простите. Вот. Масло тоже крепкое. Около 500 моточасов по моющим нейтрализующим свойствам. Ну, здесь нитрование. Ну, это такое-то. Индивидуальное от мотора зависит, от режима эксплуатации. Видите, там чуть больше трассы где-то, выше скорость, больше нагрев, выше обороты. И, естественно, все это влияет, сокращает мощь нейтрализующей. Но, видите, в каком-то моменте положительно влияет на нитрование. Вот такой получился тест. На мой взгляд, масло достаточно интересное, как альтернатива импортным маслам. Неплохое, хорошее даже, я бы сказал. Ну, все, опять же, упирается в стоимость. Вот такой получился тест. Благодарю Артура за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.